Глава двадцать шестая из второй книги Моисея, из книги «Исход». Скини уже сделай из десяти покрывал крученого вессона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусную работой. Длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, а ширина каждого покрывала четыре локтя, мера одна всем покрывалам. Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала в конце, соединяющего оба, обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. Пятьдесят петлей сделай у одного покрывала, и пятьдесят петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай пятьдесят крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинью, одиннадцать покрывал сделай таких, длина одного покрывала тридцать локтей, а ширина четыре локтя, это одно покрывало, одиннадцати покрывалом одна мера. И соедини пять покрывал особо и шесть покрывал особо, шестое покрывало сделай двойное с передней стороны скиньи. Сделай пятьдесят петлей на краю крайнего покрывала для соединения его с другим и пятьдесят петлей на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай пятьдесят крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтобы он составлял одно. А излишек, остающийся от покрывал скиньи, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скиньи. А излишек от длины покрывал скиньи на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скиньи с той и с другой стороны для покрытия ее. И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скиньи из дерева сетим, чтобы они стояли, длиною в десять локтей брус и полтора локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по два шипа, один против другого, так сделай у всех брусьев скиньи. Так сделай брусья для скиньи, двадцать брусьев для полуденной стороны к югу, и под двадцать брусьев сделай сорок серебряных подножий, два подножья под один брус для двух шипов его, и два подножья под другой брус для двух шипов его, и двадцать брусьев для другой стороны скиньи к северу, и для них сорок подножий серебряных, Два подножия под один брус и два подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай шесть брусев, и два бруса сделай для углов скинии на заднюю стену. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут, и так будет восемь брусев, и для них серебряных подножий шестнадцать, два подножия под один брус и два подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева сетим, пять для брусев одной стороны скинии, и пять шестов для брусев другой стороны скинии, и пять шестов для брусев западной стороны скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе, и сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого вессона. Искусную работу и должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, золотыми крючками на четырех подножьях серебряных, и повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых, и поставь стол вне завесы, и светильник поставь, и светильник против стола на стороне скинии к югу, стол же поставь на северной стороне. И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного вессона узорчатой работы. И сделай для завесы пять столбов из сетим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них пять подножий медных. Продолжение следует...